Стало понятно, что просто массово будут убивать людей. Я сразу принял решение уезжать. У вас, допустим, можно войну называть, а у нас, например, сажают на 15 лет за это. Вокруг Путина не остается ни одного человека, который может ему сказать что-то не то, что он хочет услышать. Крым — это часть Украины, он был частью Украины и осталась частью Украины. Говорили, что это будет в каких-то вот этих вот рамках, которые обозначились, что там чуть-чуть возьмут таких-сяких, кто служил только с боевым опытом, а потом прошло буквально там несколько дней, когда появился указ на сайте президента о проведении этой так называемой частичной мобилизации. Выяснилось, что там нет никаких ограничений. Если ты мужчина, ты старше 18 лет, то ты годен и ты идешь. А еще спустя буквально первые пару дней, когда прошли, когда первые самые мобилизованные оказались на линии фронта и начали приходить информацию о том, что там какой-то программист из Москвы погиб, какой-то бухгалтер там из какого-то города. То есть стало понятно, что они не только набирают на потенциальное обучение, а уже некоторых сразу кидают, и они сразу умирают. Стало понятно, что это будет примерно же в таком русле все проходить и просто массово будут убивать людей. Я сразу принял решение уезжать. Я инженер по термоядерной энергии. Я предполагал, что если я такой инженер, полезный, нужный и занимаюсь таким вот важным делом, в целом где я, где армия. Когда все улетали массово после объявления мобилизации, не было билетов почти никуда уже. В тот момент, когда я покупал билеты, просто вот за более-менее адекватные деньги, это имеется в виду за сотни тысяч рублей, были билеты вот в Кыргызстан. Потому что какие-нибудь Дубаи были уже от полумиллиона рублей и выше. Плохо так говорить, но вот если бы не война, я бы не побывал бы, наверное, в Кыргызстане никогда, потому что в эту сторону, вообще во в сторону Азии как-то не думается, когда ты живешь в Москве. Как-то вот путешествия обычно там смотрят на Европу, отдохнуть в какой-нибудь океан, море, Турция, Египет, ну и дальше другие какие-то страны. А вот я вот думал, вот при каких бы обстоятельствах я бы вообще подумал бы в сторону Кыргызстана отдохнуть. Наверное, не знаю, ни при каких, наверное. А так вот сложилось, что вроде улетал переждать, а оказалось, что очень классная страна. И наоборот, странно, что в эту сторону мы никогда не думали. Популярные СМИ российские читаешь на тему, что там перестали работать карты мира, и там перечислен список стран, в том числе и Кыргызия. Ну, не знаю. Я думаю, что они прекрасно знают, что страна называется по-другому. Но почему-то я какие-то объяснения на эту тему читал. Почему-то там пишут, что есть какое-то, типа, документальное название есть. Я думаю, что просто никому нет дела до этого именно в России. Я, например, тоже пока не приехал сюда, я не знал. Я-то ехал в Кыргызию. А, приехал в Кыргызстан. Почему так называют, ну, не знаю. Я не вижу никакой сложности в произношении, как-то привык уже. Я там через себя не переступаю, чтобы сказать Кыргызстан. То есть Кыргызстан, Кыргызстан. Где готовят самые большие роллы в Бишкеке? Я почувствовал, что все. Это конец нашей стране. Абсолютно точно. Ну, в плане... Это крест на нашей стране. Мы погрузимся там в течение первых пяти, а может быть, десяти лет. Мы погрузимся в сильнейший экономический кризис. Еще после аннексии Крыма у нас экономика уже не росла. Доходы падали. Восемь лет у нас не растет экономика в стране. А когда началась полномасштабная война, стало понятно, что сейчас будут такого... Такой мощи санкции наложены. И вот уже мы сегодня знаем, что самые сильные... Самые большие, мощные, самые сильные в мире санкции, которые ни на одну страну в мире ни разу не накладывались. Поуходили все европейские бренды. Это примерно, ну, не знаю, в цифрах я, конечно, могу соврать, но, по ощущениям, это половина рекламного рынка в России. Реклама у меня появилась буквально с первых... С первой недели, как я приехал. То есть, как только я первые там два-три-пять роликов залил, они собрали там какое-то, ну, хорошее количество просмотров в ТикТоке. И тут же начали поступать всякие рекламные запросы. Просто первые рекламные ролики, они были, как бы, скажем так, бесплатные за еду. То есть меня просто приглашали к себе заведение просто покушать бесплатно, ну, и просто рассказать. И так у меня появился формат обзора вот еды. В какой-то момент такое количество предложений стало уже сильно больше моих возможностей делать. Я начал просто брать за это деньги. На самом деле, теперь с этого дохода я уже и живу здесь. То есть изначально я жил на деньги, которые я зарабатывал в России. То есть теперь я уже, собственно, на полной самоокупаемости. Все, что я здесь заработал, все здесь и потратил. Даже бывает, что что-то отправляю, допустим, вот обратно туда. В России у меня, конечно, есть работа основная. Она просто полностью удаленная. Это реклама тоже. Тоже реклама, тоже у блогеров, только у других. Более... С большой аудиторией по российским меркам. Вот. Просто эта работа удаленная. Она позволяет, как бы, работать и с любой страны. Утро дезертира после того, как Володька Путин завершил мобилизацию. Читаю новости и радуюсь тому, что теперь я могу вернуться на родину, которую недавно предал. В самом начале, когда это все началось, когда я приехал, как раз-таки все говорили, вот дезертиры, вот там беженцы. У вас же тоже достаточно людей, которые наш российский телевизор смотрят. И первые ролики, которые я снимал, я сталкивался с тем в комментариях, что очень много людей пишут о том, что вот, на твою страну напали и ты сбежал. У меня, собственно, поэтому и появились эти все видео первые, типа утро дезертира после того, как на Россию напал НАТО. И вот это вот все. Я обыгрывал эту историю в шутку. Потому что очень много людей писали об этом, что как будто бы они реально думают, что на Россию кто-то напал, и я вот сбежал вместо того, чтобы защищать родину. У вас, допустим, можно войну еще называть, а у нас, например, сажают на 15 лет за это. Но, правда, в последнее время Путин начал войну войной называть. То есть, по идее, теперь либо Путина надо посадить, либо закон отменить. Ну, то есть, непонятно. 22 года власти, конечно, ни к чему хорошему привести не могут. И понятно, что каких-то позитивных моментов от его правления даже сейчас сложно назвать. Даже когда проводят опросы и спрашивают у людей, назовите хоть какие-то там достижения за эти 22 года, там люди называют Олимпиаду. А потом выясняется, что вся Олимпиада была на допинге, и все российские результаты были аннулированы, и российские спортсмены до сих пор под санкциями. Ничего хорошего, очень плохо. Власть должна меняться. И просто когда власть не меняется до 20-го года, приходит это все дело к войне. Потому что вокруг Путина не остается ни одного человека, который может ему сказать что-то не то, что он хочет услышать. Моё мнение, что нужно вывести вообще войска в честь Украины, и в том числе и уже решать дипломатическим путем вопрос Крыма. Но сегодня, опять же, вторжение в Украину после 24 февраля развязало руки для Украины возвращать Крым военным путем. То есть если раньше они могли только говорить о том, что нужно вернуть Крым, то сегодня, когда Россия начала полномасштабную войну, у Украины есть все полномочия и все основания военным путем освобождать Крым. Моя позиция, она известна, она общедоступна, и она последние 8 лет всем известна, что Крым это часть Украины, он был частью Украины и осталась частью Украины. Субтитры создавал DimaTorzok